Вы всех категорически приветствую, друзья, с вами Ник, и сегодня мы поговорим на очень важную тему спорт в жизни человека, насколько спорт важен и почему в жизни каждого человека должен присутствовать спорт. Начну я с такой небольшой, как бы, научной темы, с научной стороны. Многие из вас читали документацию про то, что дети, которые занимаются спортом, которые занимались в детстве спортом, они больше преуспевают в жизни. Они добиваются больших и высших высот, и, в принципе, они более успешны. Во-первых, это абсолютная правда, потому что спор закладывает фундамент в сознании человека, благодаря которому он сможет строить сверху кирпичи и строить тем самым свою сильную жизнь. Давайте начнем с того, для чего заниматься спортом. Есть две стороны мотивации. Первая сторона – это заниматься спортом для поддержания своей физической подготовленности, для того, чтобы накачать себе мышцы, не знаю, быть крутым и мощным. Это неплохо, это классно, но в этом есть одна проблема. В том, что рано или поздно, занимаясь спортом, ты либо, первое, не будешь замечать достаточного результата, и ты бросишь спорт, либо, второе, ты достигнешь своего результата, а зачем продолжать? Ты уже достиг своей цели, зачем тебе продолжать заниматься спортом? Ну, это просто обычная классическая психология и биология человека. Если цель достигнута, то дальше предлагать усилия для достижения этой цели, ну, просто незачем. Вторая сторона цели, ну, как бы вторая задача, мотивация при занятиях спортом – это, я считаю, более верная сторона и более верная мотивация. Это поддержание психического и такого духовного, морального состояния человека, потому что лично, по моему мнению, спорт – это для начала духовность, это для начала твое моральное состояние, а потом уже как результат физическое, да? То есть сначала у тебя идет моральный покой, моральная какая-то умиротворенность, ну, как бы масло-масляное, но вы понимаете, о чем я, то есть такое нахождение себя в спорте, после чего, как результат того, что ты поднимаешь большие веса, у тебя появляются мышцы и какая-то мускулатура, верно? Так вот, эта часть мотивации – это мотивация напрямую, она, считаю, более верная, потому что, во-первых, так ты сможешь построить себя не только как кусок с мясом, а также как человека. Допустим, для мужчин это очень важно. В спорте ты сможешь обрести свое мужество, во-первых, потому что ты постоянно борешься с трудностью. Дальше ты сможешь поставить, как я говорил, свой фундамент, то есть психологический фундамент, потому что не только твое физическое тело тренируется во время того, как ты поднимаешь сильные веса или, там, условно, убиваешь на тренировках, то есть в поте лица, но в основном тренируется твое ментальное состояние и непосредственно твоя, ну, духовность, да, за счет которого ты сможешь уже по-другому коммуницировать с людьми, по-другому знакомиться с девушками. И, в целом, ты будешь чувствовать себя в обществе гораздо более уверенно и более поставлено, потому что ты знаешь, что в спорте у меня есть много трудностей, которые я преодолеваю ежедневно, если ты, там, условно, сильно занимаешься ежедневно, да, то какие другие трудности могут меня подстерегать в жизни? Да и просто преодолевая трудности в спорте, дальше в жизни, по статистике, как я и говорил в начале про детей, идти по жизненной тропе, ты будешь гораздо более уверенно и стойко, потому что, опять-таки, у тебя есть вот этот вот фундамент спорта. Есть несколько типов спорта, окей? То есть не обязательно ходить исключительно в качалку, ты можешь заниматься каким-то командным спортом. Почему командный спорт это офигенно? Потому что, первое, это коммуникация с людьми, и, опять-таки, это бороть себя, улучшать себя ежедневно. Второе, это соревновательный спорт, он же может быть командным, но, условно, разделим его так, да, соревновательный, потому что это в формате игры происходит, да, в формате соревнований ты достигаешь, как бы, высот гораздо быстрее, потому что у тебя азарт, у тебя конкуренция, ты хочешь всех замочить и всех выиграть. Во-первых, у тебя будут гораздо быстрее результаты, а во-вторых, что я говорил про ментальность, то есть все равно жизнь это соревнования, соревнования, кто достигнет высот больших, ну, если, конечно, в это вы хотите, да, и спорт соревновательный как раз-таки вам положит этот фундамент по достижению целей. Как ставить, как их достигать и как расти планомерно и уверенно. Еще очень важно скажу, по моему мнению, очень важно, чтобы в спорте вам было тяжело, потому что преодолевая трудности, вы сможете строить свою ментальную систему, и дальше, как бы, наращивая степень сложности, остальные, как бы, земные, условно, проблемы вам будут казаться совершенно никчемными. Я считаю, что спорт должен присутствовать в жизни каждого уважающего себя человека и человека, который хочет продвигаться, и человека, который хочет каждый раз совершенствовать. На этом все, с вами был я, Ник. Всем хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!